Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Жан-Шар Ланглуа – французский художник-баталист, полковник Великой Армии, участник наполеоновских войн, создатель жанра «батальной панорамы». Родился 22 июля 1789 года, уроженец Нормандии. В 1806 году закончил Парижскую политехническую школу. Став офицером, сражался при Ваграме, где был адъютантом генерала Плазона в ходе Переднейских войн в Каталонии и в 1815 году при Ватерлоо, где под ним были убиты две лошади. Был произведен в полковнике в 26 лет, после был выслан из Парижа. В 1817 году снова получил разрешение жить в Париже, где учился у вора Саверне, Жараде и барона Гроу. Участвовал по французской интервенции в Испании. В 1822 году впервые выставил на парижском салоне свою батальную картину, которая была отмечена медалью. С тех пор выставлялся регулярно на протяжении следующих 25 лет. Хотя Ланглуа не был участником русского похода, он создал, со слов своих боевых товарищей, картины, посвященные битвам при Бородино и Березине. Обозревая в 1826 году панораму Афин, которую выставил в Париже художник Прево, Ланглуа придумал писать в формате панорам батальные сцены, став таким образом создателем этого жанра. Он же первый дополнил панораму предметами, чтобы создать ощущение связи между зрителем и картиной. Первые две батальные панорамы в истории, созданной Ланглуа, были посвящены Наваринскому сражению и взятию Алжира. Причем в этом бою неутомимый Ланглуа принимал личную часть. В начале 1830-х годов сопровождал посольство маршала Мизона в Россию, где был представлен императору Николаю I и получил предложение остаться при нем в качестве адъютанта, но не принял его. В 1832 году он пропутешествовал по следам Великой Армии, собирая материалы для задуманных им грандиозных панорам Бородино и Пожар Москвы, зарисовывая виды исторических местностей и типы русских людей. Первая из этих панорам размером 1800 квадратных метров была открыта в Париже в 1835 году. Она изображает атаку пехоты Нея и конницы Мюрата на батарею Раевского в момент смерти Калинкура. Вторая панорама была выставлена в 1839 году. Обе имели огромный успех. Критики называли Ланглуа «чародеем» и заявляли, что его картинам не достает только звука битвы. Позднее был написан еще ряд панорам. В 1850-м провел путешествие по Египту. Затем с 1855 по 1856 год находился в составе французской армии под Севастополем, зарисовывая его осаду. Здесь он занялся также фотографией. После Крымской войны вышел в отставку с чином-полковником, поселился близ родного Бомона в имении и здесь же умер в 1870 году. Своё имение завещал для устройства в нем дома престарелых для военных и вдов-солдат, убитых на войне. В Бомоне Ланглуа был воздвигнут память. Творчество Жанна Ланглуа очень высоко ценилось при жизни, однако его наследие выпала непростая судьба. В год смерти художника многие из его панорам были уничтожены в ходе осады пруссаками Парижа. Значительная часть коллекции музея Ланглуа в Кане погибла в 1944 году в ходе боев за Канн, одного из наиболее кровопролитных эпизодов высадки в Нормандии. В результате музей Ланглуа в Кане был упразднен, а оставшиеся работы переданы в музей изящных искусств Канн. Многие работы Ланглуа существуют сегодня только в виде сделанных с них гравюр, черно-белых фотографий или фрагментов. И даже тот факт, что именно он, а не Франц Рубо, создал первую панораму Бородинской битвы, на сегодняшний день практически забыт. Умер 23 марта 1870 года в возрасте 80 лет. Вот так вкратце из переводной википедии о французском художнике-баталисте, полковнике Великой Армии, участник наполеоновских войн, создателе жанра батальной панорамы Жан-Шар Ланглуа. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok